доброй ночи всем это обсуждение ваншота мой милый твой позывной и по традиции сперва выскажутся игроки потом мастер а потом и зрители вот хочу сказать ребята первых спасибо вам за игру огромное спасибо вам за игру очень круто я поздравляю с дебютом прекрасный чтобы просто не было вопросов возможно или нет я сразу я кайфанул на самом деле прям реально кайфанул это первая игра в которой мне чуть ну как я не знаю как то можно ли это считать что мне получилось выиграть ее но грубо говоря я оставил после себя какое-то наследство там вот поэтому я вообще дикой кайфанул кайфанул в принципе от ребят вашего игорь просто топчик вообще замечательно придумано как всегда нарисована карта прекрасно все придумано гоше и шикарно и надеюсь мы не опорочили ваших ожиданий не знаю я про зрителей вот надеюсь мы как-то были интересны и занимательны вот мне понравилось я конечно концу игры там подзапутал но потом меня как нахлынули вот эти вот значит перипетись тем кого там ранили кого встретили я уже обратно как бы собралась все вспомнила где я что она мне очень понравилось я очень полюбила своего персонажа прониклась очень вот марго я прям так почувствовала еще когда только имя фамилию увидела вот и на самом деле очень трогательная душевная история была я поняла что наверное для меня она была не про шпионов а про любовь вот как бы я не старалась быть шпионом наверно меня не очень но зато по-человечески как-то вот чувственно я прям ее прожила и это очень классно и здорово спасибо гоше спасибо ребят мне кажется игорь так на меня в жизни не смотрят как райнхард на луну желаю всем чтоб райнхард также смотрел на вас номер телефона райнхарда только чтобы он при этом не искал чертежи я в восторге вообще я меня снесло я бы вообще если бы я не держалась я тут бы все бы зарыдала у меня наверное впервые такое на на играх чтобы меня так прямо эмоционально вынесло вот и вообще короче да то что получилось про любовь и и при этом и про шпионов и экшончик был как я люблю и крошилова вот но и при этом такую как бы мы мысль какой-то вышли короче говоря вообще очень очень клёво очень время пролетело незаметно и и классно я я просто в каком-то потрясение от того как прошел этот вечер который перетек в ночь по итогу я вообще благодарен безумно за возможность оказаться здесь и поиграть с вами в эту игру и да на самом деле какое-то такое ощущение как будто я жизнь прожил здесь сидя с вами вот я ее там начал типа в какой-то момент и вот мы с вами ее закончили вот и это ну какие-то неописуемые ощущения я прям чувствую что я сегодня буду засыпать знаете и у меня будет вот это вот сладко-печальная послевкусие после этой игры добрая грусть добрая грусть да я я буду лежать и думать блин ну типа я надолго запомню вот это вот вот то что то что здесь происходило ну прям надолго наверное получается навсегда потому что есть моменты которые ты никогда не забываешь а так как это мой петь моя первая играет на она такая глубокая случилась вот я короче прям потрясен мне очень и очень понравилась спасибо гоша спасибо ребята спасибо всем кто создавал это вот это это что-то очень крутое мне очень понравилась эта история я был очень рад действительно я могу сказать что так вот получилось что было я с ребятами говорили что две есть линии это шпионская линия и любовная линия и действительно любовная линия сегодня выиграла просто тотально шпионской линии из нас шпионы сразу видно да это очень забавно что когда просто личная сцена какая-то просто блять пиздец фейерверк фонтан все плачут а шпионство я хочу дать ему кольцо чтобы он съел и случилось чтобы оно вспыхнуло ядом в него именно эта шпионская сторона оказалась такая оказалась мне кажется она была очень смешная и от этой неловкости на самом деле шпионского возникало мне кажется обаяние даже вот что я могу рассказать коротко что тут потому что но это я обычно так не делаю но я расскажу что собственно убитый человек это был нет это был распорядитель тубус хаммера который увидели как он вышел и бобби его собственно загримировал вот я так и знал что и размозил ему лицо да и он хотел подставить он хотел внести среди вас в ваш стан сомнения и подозрения друг на друга именно поэтому он оставил позывной вот этот вот на листе у вас действительно было обоих один тот же позывной это просто пиздец как а я когда писал я подумал над тем что я я такой пишу и думаю черт скорее всего у нее будет такой же позывной я думаю но наверное ну типа я не могу ничего другого выбрать потому что как будто этот позывной должен быть моего персонажа и это у меня сразу в голове конечно я испорчена театром уже наглухо у меня сразу в голове чайка то что она же подписывается чайка я как бы я начала раскручивать чайка 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 он ей принес чайку ага он мне принес цветок все понятно так какие цели были у ребят у ребят была у всех одна и та же цель нужно было выкрасть документы генрика не было по сюжету действительно бобби приехал раньше если вы посмотрели письма вы нашли бы там переписку его с профессором он приехал раньше и собственно обсуждал с ним вот это изобретение потом отравил его в кофейне если бы осмотрели труп то вы бы это узнали и собственно его траванул а потом захотел это пробраться в и похитить документы было так легко мы не искали легких путей в нашей истории шпионство это не труп нет слушайте наши шпионские академии учат нас думать сложно нужно подняться на третий этаж но игорь сразу в первой же сцене начал подозревать бобби жесточайше просто как как я не прочитал в нем ложь какую-то он был так искренен что было в чертежах в чертежах была великая идея вот так вот сюда одна одна из тех великих идей которые придумывают великие умы и за которыми из-за этими идеями охотятся те идеи которые нужны очень сильно государством их спецслужбам одна из этих великих больших идей мне кажется если использовать навык дедукции и сопоставить и профессора и чертежи то в принципе можно как-то что-то где-то понять там действительно не мне этого не было показано но персонаж игоря рейнхольд сфотографировал него фотоаппарат он сфотографировал документы и спрятал их под и спрятал пленку под пол да пока шло обсуждение позывных вот самый шпионский шпион ребят и зрители я попытался реализовать это очень сложно получилось зрители играли за бобби да кстати за что они были зрители играли за бобби там не так мне не удалось сделать много голосований если честно но бобби заминировал место встречи пытался там у нас процессе случилось невероятно какие-то зрители взломали нашу систему голосования и накидали туда левых голосов что очень сильно запутала всю эту историю и собственно это то что мы будем работать над безопасность нашего безопасность влияния это шпионы у нас оказалось 80 голосов потом стало 280 голосов и это в процессе кирилл из стамбула чинил это все там короче спецслужбы хакнули как бы да наш стрим а бобби взломал да бобби блэк взломался и да вот так вот вот мне кажется вышла замечательная история и мне очень понравилась мне любимейший будет самый самый крутой первый акт из всех первых актов в историях которые я видел с экзаменом ваша вот это вот как оно друг с другом встречалось конечно это очень сильные стороны а вот по поводу вот этих больших как я предполагаю тактических игр это конечно это просто очень сложно это очень сложно явно я явно я явно я просто то есть я пока пока что не очень хорошо я это планирую я я очень доволен как с тем как были расставлены фигуры в сценарии с точки зрения персонажей я крайне доволен тем как мы с ребятами поговорили и из нашего разговора выросли у вас очень классные друг другом взаимоотношения ребята сделали такую домашнюю работу они придумывали их отношения своих персонажей и это самое крутое что было в этом ваншоте это ваше то есть как вы с чем вы пришли как вы размышляли что вы делали финал какой-то получился очень какой-то ну крутой очень ценный несмотря на то что да полицейские да спецслужбы да много допущений но мне кажется история главное что история сама сказала за себя что-то вся эта целиком она сама сказала за себя и даже не то что мне кажется хотел я сказать то есть она как-то получилось объемнее чем то что я в нее вкладывал получилось больше чем я хотел вот поэтому я говорю вам спасибо и спасибо что вы разбирались в этих слов способности мы будем анализировать нашей команды которые разрабатывать есть явно сильные стороны и плюсы есть стороны слабые вот как вам было про как вам было системы работа скажите мне уже удобно я уже привык у меня никаких проблем это не вызывает вот в этой потому что у меня перед лицом хватит да очень сложно там по поводу тех расспецифических способностей с энергией задумка была в том там очень очень важна букву правил типа именно в них и сама формулировка как написана способность она и она делает очень узкая узкую вещь и не во всех ситуациях это применимо я замечаю заметил что просто у игроков есть такая штука что когда ты не знаешь что делать начинаешь как бы как вы знаете в этом во все тыкать подряд вот я пыталась какую-то способность но она не подходила то есть она настолько узкая что ты не можешь ее применить да она действительно очень узкая и в критической ситуации система вот в сложной ситуации когда ты ищешь выход система не очень помогает мы будем об этом думать будем искать искать способы сделать ее более удобной вот 2 конечно 2 подряд пятерки это сильно они решили финал это одно из тех чудес которые а если бы Бобби не умер а? что бы было если бы Бобби не умер ну вот сразу после твоего выстрела то есть я предполагаю что как только ты он ты вот легла бросился бы естественно тебя защищать он бы тоже лег у него было два пистолета то есть он в принципе мог достаточно быстро вас порешать учитывая что вы уже были ранены тут на самом деле верена пятерка на удивление завершало все то есть один один бросок две пятерки которые решили внезапно такое бинго так тебе Бобби так не надо да 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 и внезапно Бобби который там прокрался загримировался сидел с двумя пистолетами был побежден одним метким выстрелом одним метким броском ножа метать ну случайности не случайны знаешь да 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 истории надо было это тоже да 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 это истории нужно было закончиться именно так я думал я не был думал что у этого персонажа есть два варианта типа вот либо сделать как ты сделал остаться с надеждой на то что ты вернешься еще за этим либо самоубийство я думал что я тоже я когда-то меня спрашивал что ты делаешь когда эти двое уже ушли и ты думаешь я вижу что ты ждешь от меня что-то такое я такой иду я просто думал мне больше понравился твой вариант что ты продолжаешь жить. Да, ну понимаешь, если правительство, как бы я сообщаю через, ну, неважно, меня осадят в тюрьму, я через адвоката сообщаю, и через кого-то, я говорю, у меня есть информация, мое правительство делает все, чтобы из-за этой информации, я говорю, ну, я обязательно вам ее скажу, отдам сам, если выйду, все. Да, да, все верно. Ты просто не замарался, хотя ты метнул гранату, кажется. Блядок. Не-не, это нормально. Я бы хотел, чтобы шпионы решали проблемы как бы по-шпионски, где-то брутально, резко, и сцена в машине там, она как бы показала, типа, по идее шпионы так и действуют. Когда на кону стоят судьбы государств, шпионы, ну, не считаются с гражданскими потерями или какими-то этими маленькими. В смысле, это всегда так работает. Шпионы – это профессия такая военная, суровая. Не знаю, что там всегда есть как бы четкая обычная цена здесь. Но сожженные документы, на мой взгляд, то есть убитые люди оплатили, в этом смысле, сбалансировали как-то сожженные документы. Хотя, конечно, профессор Думсхаммер, главное для меня что-то сказал, это то, что любое оружие, оно порождает оружие. То есть создавая оружие, ты, то есть если ты создаешь оружие, ты не решаешь проблему, потому что в этот момент кто-то начинает создавать оружие в ответ на твое оружие. И финал у этого неизбежен. Вот. Неизбежный финал. И в этом смысле я был рад, что Игорь сделал мув с пленкой, потому что это, то есть по факту жизнь так устроена, на мой взгляд, что всегда какая-то пленка останется. Человек так устроен, что пленка останется. Что с ней дальше будет вопрос? Ну да, ну. Но это уже будет другая история. Вот. Мне понравилось, что в конце все равно любовь. Ну, куда-то вышло сердце, это куда-то вышло. Вот. Спасибо вам за то, что вы так тонко почувствовали это все и так провели. Я очень-очень рад тому, куда у нас с вами вместе вышла эта история. Вот. Очень-очень рад. Спасибо зрителям. Извините, там, где я... Тут я хочу, чтобы вы понимали. Я прекрасно видел, что моменты, которые вам неудобны. И там, где я где-то... Я знаю, как раз на Насте говорили, где я недовольный лицом. Да, я видела это. Оно всегда недовольно только одним, потому что я не понимаю, как... То есть я не понимаю, как мне двинуть, как мне помочь. То есть и двинуть сюжет. Но любые проблемы игроков обычно, это вопросы мастер. Насколько он... Там что-то хорошо придумано, что-то плохо придумано. Что-то лучше работает, что-то хуже. Вот. В любом случае, хочу сказать, что вы замечательные все. И игра была замечательной. Вот. Если я где-то там что-то вас подгонял, не обижайтесь. По-моему, 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 по любви. Да. Как же... Все, друзья, я аплодирую вам. Спасибо еще раз за ваше... За ваше время, за вашу игру чудесную. И за ваши сердца, которые сегодня пробились вот в такую историю. Донатики есть? Сейчас давайте посмотрим. Если есть донаты, быстро их зачитаем. И... И все, пойдем. Двадцать седьмой сегодня, да. Грация картошки на борьбу с техническими шоколадками. Спасибо большое. Спасибо за поддержку. The Heart of the Machine. Как здорово, что теперь целый коллектив авторов над одной игрой работает. И теперь это целый онлайн-спектакль с импровизацией. Действительно, согласен. Это здорово. Коряб. Сюжет сбился. Очень беспорядочно. Вот вам донат. Держите, ребята. Чтобы сюжет не сбивался. Ребята, вау. Химия и искры. Оторваться невозможно. Согласен. Оторваться невозможно. Чил. Вот он, мой милый, твой позывной. Это полностью описывает Марго и Генри. Было нежно, романтично и ярко. В конце чат стал соленой лужей. Меньше, чем ты. Ребята, спасибо большое за вашу поддержку канала. Канал существует за ваши пожертвования. Каждый рубль – это качество. Все, ребята, спасибо. Я вас обожаю. Спасибо. Спасибо. Смотрите ваши приключения. И приходите 30-го числа на компанию Андрея Горбатого. Царство. Всем спасибо. Я иду к приключению. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...